Ракетный удар по Севастополю это сокрушительный удар, это сокрушительная атака. В пятницу 22 сентября точным попаданием нескольких украинских крылатых ракет был уничтожен штаб российского черноморского флота в Севастополе. Разумеется, как заверял Путин, СВО уже полтора года идет по плану. И все, что произошло в Севастополе, конечно же, тоже по плану. Ну, сначала Украина, у которой вообще не было крылатых ракет, по плану эти ракеты получила, а затем по плану уничтожила ими штаб черноморского флота. Разумеется, именно так все великий геополитик Путин и планировал. Просто этот план очень хитрый и не все его понимают. Правда, даже некоторые российские пропагандисты уже стали догадываться, что никакого плана нет или все вообще идет не по плану. Например, известный пропагандист Сергей Мардан после ударов по Севастополю что-то очень сильно разволновался. То, что полгода, год назад казалось просто катастрофой какой-то. Небо упало на землю. Ударили по штабу черноморского флота беспилотникам. Сегодня, в общем, тьфу и растереть, ерунда какая. Сегодня они ударили по штабу ЧАЭФ крылатыми ракетами. По плану. Видите, какой прогресс? То, что для российских имперцев еще полгода назад было какой-то невообразимой дикостью, теперь стало для них обыденностью. Никто уже не кричит ни про какую вторую армию мира, ни про какую великую империю. Глядишь, еще через полгода до них дойдет, что и безумную бессмысленную войну пора прекращать. Ничего особого не произошло. Да как же не произошло-то? Произошло на самом деле. Нанесен удар. Просто вслушайтесь. По штабу, по зданию штаба. Просто ужасно. Прямо по штабу, представляете? Но ведь еще совсем недавно российские власти утверждали, что Крым надежно защищен ПВО. Дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Джанкое. Там не было системы ПВО российской. Теперь С-400 там стоит. Ну, теперь пускай полетают. Ну, видимо, с ПВО, как и с СВО, тоже что-то пошло не так. Какие-то просто несчастливые аббревиатуры. Дальше Мардан стал анализировать, а зачем вообще Украина наносила удары по штабу Черноморского флота и пришел к выводу, что Запад просто хочет превратить Крым в зону боевых действий, чтобы его разорить. Превратить этот самый прекрасный Крым в зону войны – это значит нанести очень тяжелое поражение России. То есть там, где идет война, там заканчивается экономическая жизнь, там распадается общество, возникают беженцы, люди уходят. Все, ты несешь в том числе и тяжелейшие не просто финансовые потери, а финансовые потери, которые бьют тебя потом на протяжении там 10 лет. Из слов российского ведущего выходит, что Россия, начав открытую агрессию против Украины в 2022 году, тем самым подставила Крым и обрекла его на разорение и упадок. Ведь после 2014 года, когда Россия Крым аннексировала, Украина никаких боевых действий за Крым не вела, не было никаких ударов по Крыму, ничего не прилетало. Даже аннексированный Крым жил спокойной мирной жизнью, потому что все просто надеялись, что Россия хотя бы этим удовлетворится. То есть аннексия Крыма, захват Донецка и Луганска практически сошли с рук. И если бы Россия больше ничего не делала, то очевидно в Крыму была бы такая тихая, спокойная жизнь, которая была предыдущие 8 лет. Но нет, выживший из ума Путин решил, что Крыма ему мало, захотел всю Украину и в результате подставил Крым туда, куда не прилетало в 2014-2015, где было все спокойно. Теперь туда пришла война и исключительно это случилось по вине полоумного российского руководства и вот этих всех зет-патриотов, которые поддерживают агрессию против Украины. Вот почему удары по Белгороду, вот почему удары по Курску, Брянску, но цель номер один это, конечно же, Крым. И все эти города и регионы, о которых говорит Мордан, до февраля 2022 года жили спокойной, тихой, мирной жизнью. Никто по ним ничем не стрелял и они жили бы абсолютно такой же спокойной, мирной жизнью, если бы сама Россия не начала агрессию против Украины. То есть сами виноваты, сами подставились, но об этом, конечно же, Мордан уже никогда не расскажет. Впрочем, не все российские пропагандисты разделяют эту обеспокоенность и волнение Мордана. Например, придворный российский военный блогер Юрий Подоляко заявил, что ничего страшного в Севастополе на самом деле не произошло. И расстраиваться из-за ударов по штабу Черноморского флота вообще не нужно. А ведь если разобраться, а что конкретно случилось? Ну да, противник, используя свои возможности, нанес удар по вполне себе военному объекту. Да, добился трех попаданий. Да, нанес очень серьезный материальный ущерб. Ну, если мы внимательно посмотрим, то наши ВКС ежедневно наносят таких ущерба противнику в разы больше. Словом, пустяки. Не стоит даже и говорить об этом. На самом деле, никакого военного значения этот удар не имел. Где-то мы это все уже слышали, да? Этот мост никакого стратегического значения на данном этапе, особенно для специальной военной операции, не имеет. Ну ладно, в этот раз точно ничего такого не случится. Ведь Путин и Юрий Подоляко не могут врать. Вот я просто не устаю им поражаться. Ну, честное слово, это какой-то мазохизм. Ну, они уже в 2014 году захватили Крым, Луганск, Донецк. Уже мировое сообщество на это закрыло глаза, ввело какие-то символические санкции. Уже понятно, что никто не собирался там на Россию идти войной. Можно было этим удовлетвориться и держать то, что уже захватили. Но нет. Показалось мало. Сами развязали какую-то войну. Теперь сами ноют и жалуются, что по ним прилетает ответка. Но, честное слово, таких жалких агрессоров, по-моему, история еще не знала. Подписывайтесь на канал, друзья.